Евгения Ярославская Маркон. Жизнь свою заснять на бумаге. Сюжет третий. Клянусь отомстить словом и делом. В учетной карточке информационного центра МВД Карелии, рядом с карточкой Александра Ярославского, оказалась учетная карточка Евгения Ярославской Маркон, арестованной в КИМИ в июле 30-го. И приговоренный к трем годам по статье 82, это побег, и 82 через 17-ю, содействие в подготовке побега. Меня заинтриговала указанная в карточке профессия – клейтонистка. В сочетании с целым букетом чисто уголовных статей, кража, мошенничества и другие, поэтому я решила попробовать узнать что-нибудь об этой удивительной клейтонистке-воровке-мошеннице. И как только я открыла личное дело заключенной Евгении Ярославской Маркон, то стало ясно, что она и есть та самая вдова расстрелянного поэта Александра Ярославского, о которой мыслицин рассказывал Никонова Смородина. К сожалению, следственное дело Евгении Ярославской Маркон 30-го года, то, по которому ее приговорили к трем годам, обнаружить не удалось. Но зато в 96-м в архиве у ФСБ по Архангельской области обнаружилось ее следственное дело 31-го года о контрреволюционной агитации и покушении на террористический акт. В нем содержались многочисленные упоминания и о деле 30-го года. И подтвердилось то, что сразу мы и предположили, Ярославская приехала в Кеми, чтобы попытаться организовать побег своего мужа из лагеря. Была на этом поймана и, в свою очередь, получила 3 года. Дальнейшее развитие событий также становится понятным из документов дела. Запрос Евгения Исааковна Ярославской от 12 января 1931 года. Допросил помощника уполномоченного следственной части Лукашев. Своим классом я считаю всякий деклассированный элемент, как уголовный мир, так и деклассированную интеллигенцию. Вообще всех тех, кто презирает общественное мнение, вызывает его и нелицемерно борется за существование и за яркость своей индивидуальности. К карательной политике сов власти по отношению к уголовному миру я отношусь как к возмутительнейшему лицемерию. Ссылки, высылки, не решение проблемы преступности, а лишь отмахивание от нее. Как к предательству группы, которая с самого начала горячо поддержала революцию и никогда не была связана ни с какой собственностью. Когда-то я сочувствовала партии большевиков и состояла даже несколько месяцев с 1917 года в группе межрайонцев, ставившей своей целью объединение общих фракций, меньшевической и большевической, в одну социал-демократическую партию. Но сейчас я не допускаю никакого сотрудничества с советской властью, дискредитирующей идеи революции и лицемерно прикрывающейся именем Советов, с которыми на деле совершенно не считается праве по призыву кучки интеллигентов ЦК, цепляющегося за власть. Главным образом ЦК, но также и остальную массу членов в Компартии, не имеющих мужества высказывать свое несогласие с линией ЦК и предпочитающих во всем поддакивать и соглашательствовать. Считаю своими несомненными врагами, а также врагами революции и врагами трудового народа, которые ими эксплуатируются, особенно крестьянство, под личной защитой. Рабочий класс буквально взят большевиками под опеку, как берут несовершеннолетних или слабоумных, во всяком деле навязывают уже готовое мнение. Все это опасение, чтобы он не взбунтовался и не взял по-настоящему власть в свои руки. В деле борьбы с советской властью я считаю дозволенными все средства, из которых главнейшая – организация крестьянских восстаний. Огромное значение имеет также агитация среди воинских частей в Красной Армии, с тем, чтобы убедить красноармейцев дезертировать вместе с оружием в родные деревни и там составить вооруженную антибольшевистскую силу. Я бы, разумеется, не остановилась и перед поддержкой интервенции, но нахожу это излишним, так как сов-власть и так совершенно прогнила насквозь и, вероятно, скоро рухнет. Как вспомогательное средство борьбы я считаю необходимым поддержку уголовного мира, как вечный бацилл и мятежа, хотя решающее значение, конечно, будет иметь крестьянство, а не урканская масса, неорганизованная и не поддающаяся никакой организации. Конечно, основная антибольшевистская работа мыслима лишь на воле, но в условиях условно можно развернуть некоторую работу. Важно всячески укрепить чувство протеста у заключенных, особенно среди заключенных стрелков, сагитировав их, а также часть вольно-наемных стрелков. Можно провести в Астане и в самом концлагере. Этим, конечно, не свергнешь власть, но это блестящее устройство массового побега. Большое агитационное значение имеют отдельные террористические акты против сотрудников ГПУ. С каковой точки зрения я и рассматривал свое покушение на Успенского, которое обдумывало задолго, но, к сожалению, в условиях изолятора, при бдительности надзора не смогла достать никакого оружия, кроме кирпичей. Советскую власть я считаю своим врагом уже с Кронштадтского восстания, когда расстреляли много эсеров и анархистов. Записано, собственно, ручно. Обвинительное заключение по следственному делу номер 507 по обвинению ЗК Ярославской Маркон Евгении Исааковны в преступлениях, предусмотренных статьями 58.8 и 58.10 УК. Поводом к возникновению настоящего дела послужил рапорт начальника командировки Заячьей острова Зака Голунова от 28.10-30 года на имя старшего уполномоченного информационно-следственной части 4-го отделения, в котором последний указал, что находящаяся на Заячьих островах следственная заключенная Ярославской Евгении Исааковна 18.10-30 года во время объявления заключенным приказа по управлению СЛАГ в общей массе заключенных выступила с антисоветской агитацией, а также имела намерение совершить террористический акт над представителем администрации лагеря. Расследованием по этому поводу установлено, 18.10-30 года на командировку Заячьей острова приехал зав. делопроизводственным 4-го отделения товарищ Никольский с целью осмотра последней и объявления заключенным приказом номер 289, в котором, между прочим, фигурировал как осужденный к высшей мере социальной защиты расстрелу ее муж Ярославский. При чтении приказа и перечислении лиц, подвергнутых к высшей мере наказания, фамилия мужа Ярославской вызвала со стороны последние выкрики «Палачи, изверги, кровопийца! Скоро вам всем придет такая же участь, но только не от пули, а от бомбы. Цель моей жизни в дальнейшем только приносить вред соввласти. Жаль, что мой муж не дожил до момента свержения ее. Я уверена в ее скором падении». По зачтении приказа Ярославская по выходе товарища Никольского из барака ударила последнего протезой по ноге. В дальнейшем среди заключенных повела антисоветскую агитацию о выступлении против соввласти и отказа от работы. Написала крупными буквами на груди «Смерть чекистам» и просила окружающих вытатуировать эту надпись на груди. Вечером этого же числа при оправке покушалась на самоубийство, но своевременно была замечена и покушение было предотвращено. Утром 19.10.30 года после подъема Ярославская подняла шум среди заключенных и дошла до такой степени цинизма, что своей мочой облила полученный заключенными Хлеб и заключенную Зубаровскую. В этот же день в 13 часов переведенное в изолированное помещение была замечена в покушении на самоубийство путем вскрытия вен на руки при помощи стекла. В 24 часа того же числа пыталась удушить себя полотенцем на кровати. 11.11.1930 года во время посещения командировки «Заячьи острова» начальником лагеря товарищем Успенским, заключенная Ярославская по заранее обдуманному плану намеревалась совершить террористический акт над последним, в исполнении чего приготовленным ей ранее камнем-булыжником бросила в товарища Успенского, намереваясь попасть в висок и только благодаря случайности удар был нанесен в грудь, не причинив бреда. В момент ухода товарища Успенского из барака, где находилась Ярославская, последняя намеревалась нанести ему и второй удар в голову, и только быстрым ударом по ее руке, присутствующим при этом начальником отряда ВОХР товарищем Дегтяревым, кирпич был выбит из ее руки и удар был предотвращен. Допрошенная по-настоящему делу в качестве свидетелей, заключенная Кочубей, Шипова и начальник отряда товарищ Дегтярев подтвердили правильность изложенного и дополнили Кочубей и Шипова, что Ярославская проводила агитацию среди заключенных за отказ от работы, призывая к выступлению против соввласти. Привлеченная в качестве обвиняемой по-настоящему делу заключенная Ярославская Маркон Евгения Исааковна показала, что конечной ее целью является, начало цитаты, борьба с соввластью всеми способами, агитация и пропаганда, подготовка крестьянских и красноармейских маск к вооруженному восстанию против соввласти и совершение террористических актов против сотрудников ОГПУ. Всяческая поддержка уголовного мира шпаны с использованием ее в этих же целях. Конец цитаты. Считает, что соввласть дискредитирует идею революции, прикрываясь именем Советов, с которым совершенно не считается, и что руководит страной кучкой интеллигенции, возглавляемая Центральным комитетом ВКПБ. Высказывает, что соввласть прогнила насквозь и скоро рухнет. Кроме того, в Соловках намеревалась развернуть работу среди уголовного мира для организации восстания в лагерях, а также и организацию массовых побегов из лагерей, что попытку совершить террористические акты над вольнонаемными сотрудниками ОГПУ, работающими в лагерях, она обдумывала давно, до случая покушения на убийство начальника лагеря. Из прилагаемой к делу автобиографии Ярославской, написанной ею лично, также усматривается, что она до ареста на свободе занималась систематическими кражами и организацией уголовного мира. На основании изложенного языка Ярославской Маркона Евгения Сааковна, 1902 года рождения, происходит из города Москвы, имеет высшее образование, еврейка, владеет немецким и французским языком по профессии фельетонистка, беспартийная инвалидка в скобках без ног, ранее судившаяся три раза по статье 162 УК, один раз по статье 169 УК и один раз по 76 статье УК, также осужденной выездной сессией коллегии УГПУ от 169-30 года по статьям 82 и 1782 УК сроком на три года с окончанием такового 17-8-33 года обвиняется в том, что находясь на командировке «Заячьи острова», систематически вела антисоветскую агитацию среди заключенных, старалась вызвать у последних антисоветское настроение, призывая их к отказу от работ, написала на груди смерть чекистам и ходила с этим лозунгом среди заключенных, и 11.11.30 года пыталась совершить террористический акт над начальником 4-го отделения лагеря товарищем Успенским путем нанесения ему удара булыжником в висок, то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58.8 и 58.10 УК, а потому руководствуясь статьей 208 УПК, постановил след дела за номером 507 по обвинению ЗК Ярославской Е.И.Маркон по согласованию с помощником прокурора по второму участку автономной Карельской ССР направить в тройку полномочного представительства ОГПУ в Ленинградском военном округе на внесудебное рассмотрение. Меру пресечения в отношении ЗК Ярославской оставить прежнюю, то есть содержание в женском изоляторе «Заячьи острова», перечислив таковую за тройкой ПП ОГПУ в ЛВО. Остров Соловки, февраль 1931 года. Помощнику полномочного особого отдела информационно-следственной части Лукашев. Согласен. Старший полномочный информационно-следственной части 4-го отделения Федоркевич. Согласен. Начальник информационно-следственного отдела управления Соловецким лагерем Ленин. Утверждаю. Начальник управления СЛАК Иванченко. Но самое, на мой взгляд, замечательное, что обнаружилось в этом деле, это 39 страниц текста, написанного плотным убористым почерком Ярославской. На первой странице сголовок «Моя автобиография», на последней странице «Дата» 3 февраля 1931 года. Вероятно, это дата завершения работы над текстом. Мало вероятно, что он был написан за один день. А может быть и возможно. Ярославская была фантастическим человеком и к тому же профессиональной журналисткой. Формально это процессуальный документ, автобиография подследственной. И именно в этом качестве данный текст приобщен к следственному делу. Фактически же моя автобиография представляет собой развернутые записки мемуарного характера. Мы полагаем, Евгения Исаковна ясно осознавала, что записки эти предсмертные.